итак всем доброе утро доброе утро дорогие друзья всем доброе утро мы сейчас попробуем подключиться так кто в эфире 1 1 1 1 2 3 4 кто в эфире как меня слышно так как меня слышно по ванной шкале так меня слышно под действий бальные шкале напишите пожалуйста как слышно меня как видно меня по 10-балльной школе когда желательно написать лилия берман вот напишите циферками как меня слышно по 10-бальной шкале как мне морщуками заруб так никто не пишет как меня слышно вообще Значит, меня или не слышно, или никто не знает 10-бальную шкалу. Все пишут только доброе утро. Шалом. Напишите циферкой по 10-бальной шкале, как меня слышно. По 10-бальной циферкой. Можно вот какая-то цифра? От 1 до 10. 10. Все. Отлично. Значит, если меня слышно, отлично. Тогда мы можем спокойненько начинать наш 168-й урок по книге, притче, по книге Мишли Мишлей. И мы сейчас отлично, я нахожусь в городе Нюринберг, я сейчас нахожусь. И представляете, вообще чудеса чудес. И спокойненько провожу урок по 22-я глава. Значит, отрывок мы дошли до того, что надо выгнать насмешника. И вместо этого стать человеком, который любящий людей чистым сердцем. И приятных, чтобы у того была приятность на устах. Дальше мы изучили, что глаза Бога поддерживают вот этот вот восприятие мира. Без того, чтобы Бог поддерживал восприятие мира, восприятие человека не воспринимало бы цельную картину. То есть это удивительная вещь, как вот Бог дает нам, и мы пользуемся спокойно. Вот ты просто смотришь, видишь и понимаешь. Это удивительно. Как-то так ты смотришь, видишь и понимаешь. И у тебя ничего не распадается, никакая картинка не распадается. Хотя ученые, прям конкретно психологи ученые, говорят, что глаз не видит ту картину, которую человек воспринимает. То есть есть какие-то там слепые пятна, в которых вообще должно быть вот так черная дырка должна быть. Если бы картина не достраивалась внутри, вот эта картина мира, то она не была бы такой, как сейчас есть, цельная. То есть картина мира, если бы она была, вот как глаза ее видят, она была бы другая, представляете? А так нам Бог дал такой подарок и поддерживает его. Теперь двигаемся дальше. Дальше у нас 14-й отрывок. Он такой. Шуха, Амука, Пизарот, Зеум, Ашем и Поль, Шам. Значит, Шуха, это яма такая, глубокая яма, род чужих. Вот такая вот у нас здесь история, да? Глубокая яма, род чужих. Зеум, Ашем и Поль, Шам. И гнев, тот, на кого гневается Бог, туда упадет. Значит, тут есть интересная такая вот штука, прямо удивительная. Вот есть, человек живет в какой-то модели мира. То есть все люди живут в какой-то модели мира. Спроси любого человека, ты вообще мир знаешь? Он скажет, знаю. И как все устроено, знаешь? Знаю. Вот, например, как там Шура Балаганов думал, что земля плоская, а последний город – это Шепетовка. Вот, но он знает это. То есть он воспринимает мир, у него в голове мир именно такой, плоский. И на Шепетовке все граница и все, и пропасть. То есть у каждого человека есть какой-то мир в голове. Обязательно есть какая-то модель мира, которая работает по каким-то правилам, в которые он верит. И люди просто, они могут ничего быть такими вот, ну, необразованными, какими-то дикими, какие-то аборигены там есть в Африке или там в джунглях живут, да? Но они все живут, каждый в своей модели мира, в которую верят. Теперь, значит, ну, понятное дело, что мы изучаем Тору, которую получили от создателя мира. И это, это, это модель мира настоящая. Есть создатель, есть мироздание. Мы знаем, что есть расширяющаяся вселенная, которая куда-то расширяется. То есть у нас модель мира, ну, прям реально крутая модель мира. Самая такая, знаете, оригинал. Вот есть вещи какие-то, вот попадаются они когда-то, вещи вот самого высшего качества. Вот модель мира, которая есть у человека религиозного, знающего о Боге, именно реально знающего о создателе мира, который творец мира, создатель мира, вот этот вот. Причем интересно, когда Бог, вот сейчас как раз недельную главу читали в синагоге, и Бог Маше Рабену, когда он с ним разговаривал, и он ему говорит, скажи, когда Маше Рабену говорит, я приду в Египет, меня спросят евреи, от какого Бога ты пришел? Кто? Он, Бог говорит, скажи ему, вот, что я такой-то, такой-то. И вот это имя, которое я тебе сейчас сообщаю, то есть то качество меня, то, что, то, как ты меня знаешь, и то, как ты меня воспринимаешь, я даже про отцам так не открывался в этом качестве, то есть Бог, он открывается каждому в разном качестве, как есть известная история, когда один комсомолец пришел к Рабину дискутировать о Боге, и он говорит, я вам сейчас докажу, что Бога нет. Рабин говорит, я вообще не хочу с вами разговаривать. Он говорит, нет, у нас должна быть дискуссия, у нас должен быть диспут. Рабин говорит, хорошо, давайте тогда начнем с того, что мы определимся в понятиях, кто это, по-вашему, Бог, о котором вы хотите сейчас со мной разговаривать. Комсомолец говорит, да это все знают, Бог, это такой, с длинной белой бородой, сидит на облаке и, значит, управляет миром. Рабин говорит, так нам не о чем дискутировать, в такого Бога я тоже не верю. То есть такого Бога нет, говорит, все, мы с вами на одной позиции. Тот Бог, говорит, в которого вы не верите, я в него тоже не верю. Понятно, да, идея? То есть каждый человек, даже когда говорит о Боге, он подразумевает что-то свое. Теперь, значит, что здесь у нас написано? Глубокая яма чужие рты, и тот, на кого Бог гневается, в нее упадет. Есть человек, который, например, узнал о Боге. Вот он узнал о Боге, он походил на уроке Мишли, послушал, походил еще на уроке. Он как-то себе выстроил модель Бога, именно он понял, осознал настоящего Бога, создателя мира, творца мироздания, который поддерживает, создал все законы и поддерживает энергетически, фактически, вот эту всю реальность, потому что он ее создал, и он вот этот Бог-создатель-творец, который сам непостижимо находится за пределами реальности. И вот, допустим, человек познал такого Бога, познал он такого Бога, поучился в Ешиве, там, еще где-то, и потом, бах, он послушал, послушал, а ему говорят теорию, слушай, есть теория попроще. И ему рассказывают какую-то теорию, в которой все попроще, и в которой ничего не надо при этом делать. Можно там есть что хочешь, спать с тем хочешь, ничего делать не надо, молиться не надо, все. И он, значит, послушал эти, это как раз чужие рты, то, что называется. Он говорит, да, мне вот это больше нравится, служение, да. Есть такие люди, которые уходят от служения Богу, и они себе говорят, да, это все не так важно, Богу не нужно вообще, чтобы я что-то делал, Богу не нужны мои заповеди, Богу ничего не надо. И вообще, как бы, тот Бог, о котором говорят религиозные люди, соблюдающие, это какая-то история. И они погружаются, куда они погружаются, в грехи, во все тяжкие, как говорится, да. Вот это то, что говорится, яма глубокая, чужие рты, и тот, кто в нее падает, на того Бог гневается. Что значит на того Бог гневается? Одно дело, когда человек не знал о Боге. Когда человек не знал о Боге, вот все мы, да, те, кто родились в Советском Союзе, мы Маугли, реальные Маугли. Вот я Маугли, и большинство, кто меня слушает, тоже Маугли. Называется «Украденные дети». Только Маугли украли волки, и он рос, думая, что он волк. А нас украли пионерская организация, коммунисты, комсомольцы, идеология, создатели фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». То есть они украли наше сознание и, значит, вложили в него вот эти вот все информационные модели. Понятно, да? Значит, и вот, и для нас любой шаг в сторону Бога, это уже Бог доволен, счастлив, у нас прямо, вау, там, вышел на свет, все. Но человек, который знал и ушел, на того Бог гневается. И его падение – это глубокая яма. Понятно, да? Теперь пятнадцатый отрывок. Значит, «Ивелит» – это сомнение. Сомнение, скептицизм, оно привязано к сердцу подростка. То есть есть подростки, ну, там, у меня сейчас вот старшему сыну 18 лет и младшему сыну 12 лет. И я вижу, что такое подростки, я вижу, как это вот подростки, и у них появляется этот вот подростковый возраст, у него есть такое восставать против, восстание такое, да? И, значит, вот эти вот подростки, у них это сомнение, оно не в сердце, оно привязано к сердцу. То есть они как бы слышат разные варианты, у них мир еще не собранный, они еще так не укоренились в своем восприятии мира. И поэтому написано, что сомнение, «Ивелит» – это сомнение, скептицизм, привязано к сердцу подростка. И что надо с ним делать, советует нам царь Соломон? Значит, он нам советует, он нам советует конкретно, шевет мусар, палка такая наказывающая, да, мусар, как бы наставление, она удалит от него, от этого сомнения. Теперь, раньше так делали. Раньше папа брал палку, и сын, значит, этого подростка этой палкой пару раз как дал, и все, сейчас так не делают. Не знаю, к счастью, не к счастью, другая система воспитания, раньше была одна, сейчас другая. Но, но, я вчера специально посмотрел, когда готовился к этому уроку, я посмотрел про чемпиона мира, чемпион мира по рукопашному бою, вот этот вот Хабиб Нургаметов, который победил, сейчас всех победил, там, ну, вообще такой, самый сильный боец в мире, в данный момент, вот конкретно. И вот этот вот Хабиб, он говорит, да меня папа и сейчас, я говорю, чтобы я против папы слово сказал, меня папа и сейчас победит и забьет, если надо вообще. И как-то было с ним интервью, и он говорит, один раз папа мне позвонил, а я не поднял телефон, звонок увидел, но не поднял, один раз это было. Его спрашивает интервью, говорит, и что папа сказал? Он говорит, папа не сказал, там были действия, там были действия. Это чемпион мира по рукопашному бою, самый крутой боец. То есть, мы сейчас не используем мудрость Саря Соломона, но, но как бы он нам советовал, что нужно подростка бить, и это поможет. Но, я не думаю, что если бы в наше время так, почему раньше это помогало, непонятно. Может были отцы сильнее, может били по-другому, может у подростков была другая психика. Я сейчас на себя примеряю эту всю историю. Если бы меня отец бил, то я бы, конечно, ушел из дома. И я думаю, что сейчас большинство подростков сделали бы то же самое. Но Хабиб не сделал, папа его бил, и он стал чемпионом мира по рукопашному бою. Вот и решайте сами, как воспитывать своих детей. Хорошо. Теперь дальше. Шестнадцатый отрывок. Значит, Ошек Даль, тот, кто притесняет обездоленного, бедного. Значит, тот, кто Ошек, это забирает у него, для того, чтобы себе больше сделать. То есть, он хочет у бедного забрать и себе сделать больше. И тот, кто дает богатому, дает богатому там деньги, помощь, помогает ему, подарки ему дарит и так далее. Ахли Максор. Написано только для убытка. Значит, что это значит? Ну, у человека есть прошивка такая внутренняя, да, как вот это его инстинктивное. Набирать себе имущество. То есть, человек хочет иметь больше имущества, больше денег, больше богатства, больше ресурсов. И, значит, он, ну, кто-то, все стремятся, чтобы было больше, все хотят больше денег. Царь Соломон говорил, что если у человека 100, он хочет 200, если у него 200, хочет 400. И когда человек умирает, и половины из того, что он хотел, нет у него в руке. То есть, у человека это, как бы, прошивка такая, да, внутренняя. Теперь, значит, вот все люди стремятся к богатству, к деньгам, чтобы было больше. Но как стремиться к нему? Значит, есть кто-то, он отбирает у обездоленных. Он говорит, я хочу, чтобы у меня было больше, и он забирает у бедного, у того, кто более слабый. Есть человек, он дает взятки, дает подарки богатым, чтобы от богатого что-то получить. И, в принципе, оно на краткосрочной перспективе работает. Ты забрал у бедного и положил себе в карман. Ты дал богатому, и он тебя похлопал по плечу, и там дал тебе какую-то, ну, кратковременную, может, дал тоже работу, там, или еще что-то. Но это все, сказал нам царь Соломон от имени бога, да, это все ахли максор, это все только для убытков. Потому что в долгосрочной перспективе нам сказал царь Давид, отец царя Соломона, он сказал так. Не полагайтесь на добродетелей, либо на дамшен лотшо. На человека нельзя полагаться, да. В этот день потеряют все те, кто на него полагались. Поэтому человек не должен полагаться на богатых, на ждать от них помощи. Он должен сам создавать какой-то продукт, что-то делать, то есть он должен выстраивать себя и надеяться на Бога. Теперь с бедными еще хуже ситуация. Когда человек забирает у бедного, он взял только на время кусочек, там, его имущества, но он тем самым нарушил, там, какие-то заповеди Торы, ему за это придет наказание и духовное, и материальное, то есть то, что он забрал, он потеряет. И нам дали конкретное свидетельство, обещание, царь Соломон дал, что эти два метода не работают. Ни забирать у бедных не работает, ни отдавать богатым не работает. То есть Робин Гуд, у него была ошибочная стратегия. Он, а, он, правда, делал по-другому. Он забирал богатых и отдавал бедным. То есть, интересно, эта стратегия не разбирается здесь. То есть, если человек украл для того, чтобы дать сдаку, по Торе считается, что он заповедь сдать не выполнил, потому что он выполнил эту заповедь через преступление. То есть, забрать у кого-то, ограбить для того, чтобы кому-то помочь. Тора нам говорит, нельзя, это не работает. Ну, так что стратегия Робин Гуда не работает, стратегия забирать у бедных и отдавать богатым тоже не работает. Какая стратегия работает? Царь Соломон нам сказал в Каэлите, в Экклезиасте, он нам сказал так. Значит, накорми меня, это так он валился Богу, законным хлебом. То есть, чтобы я все было по закону, чтобы я делал правильно, получал правильно, правильно тратил. То есть, на все есть законы. И второе, что можно на эту тему сказать, если по правильной заработке, что Тора на этот счет говорит. Она говорит так, что Коля Микабель Аллаф Оль Тора, Каждый, кто принимает на себя ярмо Торы, с того снимается забота о пропитании и бремя властей. То есть, главное это положить на себя ярмо Торы и изучать, как правильно действовать, и тогда Бог будет давать, как мы уже учили, Экэф Анава, мы недавно учили, следствием скромности, когда человек убирает свое Я. Следствием скромности, Ират Ашем, идет страх перед Богом. То есть, ты присоединяешься к Богу, а потом идет Ошер, Вэковод, Вэхаим. Идет потом и богатство, и почет, и жизнь. Чего я всем нам желаю, в заслугу того, что мы хорошо получили Тору, чтобы у нас был удачный сегодня день, прекрасный год и полный избытка, как Вэахальта, Вэсавата. Тора нам говорит такое благословение, что будешь кушать и будешь насыщаться, потому что большинство людей, даже когда они кушают, даже когда они имеют что-то, они не насыщаются. А благословение, это когда ты кушаешь и насыщаешься. То есть, смысл не в том, сколько у тебя есть денег, а насколько ты наслаждаешься тем, что у тебя есть. И если у тебя есть, и тебе очень много не хватает, и тебе плохо, то это равноценно, что ты бедный. Если у тебя есть, и ты радуешься, и тебе достаточно, и ты кайфуешь, но ты выстраиваешь так свою жизнь, чтобы расти, развиваться, и чтобы у тебя было больше, отлично, чтобы была браха во всех хороших делах. Все, напишите, пожалуйста, свои выводы. Это очень важно, чтобы были выводы. Мои выводы сегодня какие? Детей надо попробовать бить. Как, знаете, одного спрашивают, вы ведь как детей воспитываете? Он говорит, я их бью, наказываю. А говорят, как вы их поощряете? Он говорит, я их не бью. Вот так вот. Но это я не знаю, как уже поздно мне, наверное, пробовать. Написано, после 13 лет уже бить нельзя детей. То есть, после бармицы нет. Мне еще надо успеть Якова побить чуть-чуть, да? Так, теперь дальше. Второе, что мы сегодня выучили, это что, ну, чужие философии, вообще с ними лучше не связываться. И, конечно, лучше никого не грабить и полагаться на Бога. Все, друзья, это мои три вывода. Запишите, расскажите, и будет все хорошо. Все, удачи, успехов. Всем пока. Пока. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok